Хорроры Когда речь заходит об играх, давящих на психику, первое, что приходит на ум, серия Silent Hill. Каждая игра этой франшизы по-своему хороша, но именно оригинал, пожалуй, самый атмосферный. В первой части, вышедшей более 20 лет назад на первой PlayStation, переплетались такие вещи, как таинственность происходящего и постоянно нарастающий уровень ужаса. Гнетущая музыка Акиры Ямаоки и качественный геймдизайн не дают этой игре устареть даже сейчас. А поэтому сильное влияние на психику и неподдельное чувство страха во время прохождения гарантированы. Если ты ищешь игру про сумасшедших, Outlast именно то, что тебе нужно. Во-первых, действие игры разворачивается в лечебнице, населенной психами. Отсюда уже один плюсик в сторону нагнетающей атмосферы. Во-вторых, у главного героя нет никакого оружия, которое могло бы ему помочь отбиться от врагов. А это значит, что тебе придется всю дорогу прятаться и всяческим образом избегать стычек, что само по себе создает чувство постоянного напряжения. Ну и вдобавок, некоторые жестокие сцены с отрубанием конечностей не дадут заскучать вплоть до финальных титров. После неожиданного анонса новой Амнезии мы просто не могли не вспомнить про один из величайших хорроров. Амнезия The Dark Descent. Игра повествует о персонаже по имени Даниэль, который однажды просыпается в старом замке и видит перед собой записку от самого себя. В ней говорится, что он выпил эликсир, вызвавший у него Амнезию, чтобы стереть ужасные воспоминания. Также герой узнает, что должен пробраться в самые глубины замка и убить некоего Александра. Однако уже в самом начале герой сталкивается с настоящим кошмаром, который будет преследовать его на протяжении всего пути. Убить некое нечто не получится, а вот умереть от встречи с ним легче легкого. К тому же, герой может потерять рассудок, если будет смотреть на монстра слишком долго. Ужас будет преследовать не только главного героя, но и тебя. Ты окунешься в настолько пугающие приключения с жуткой атмосферой, которую сложно будет забыть. Эгони Эгони, пожалуй, единственная игра в этом топе, действие которой разворачивается буквально в аду. Что еще можно сказать, чтобы ты поверил, что в этом хорроре твоей психике будет ой как больно? Игру нельзя назвать хорошей и интересной в силу многих минусов. Но вот если тебе нужна игрушка, вызывающая омерзение и неприятные мысли в голове, польский хоррор как раз то, что нужно. Кстати, будьте готовы к очень откровенным сценам с голыми демонами, насилием и другим контентом для взрослых. Еще одна игра в этом топе от польских разработчиков. В Lawyers of Fear нужно быть готовым ко всему. Это та игра, в которой вы будете бояться оборачиваться и пристально разглядывать каждый внутриигровой предмет. Остерегаясь, что вот-вот что-то появится. Скримеры сделаны настолько круто, что даже завсегдатые жанра смогут не раз удивиться и наложить в штанишки. Однако про атмосферу разработчики тоже не забыли. Давление на психику будет лишь усиливаться, особенно благодаря психоделическому дизайну локаций. Никогда точно не знаешь, что именно ждет тебя за дверью. Ведь окружение может в любой момент сильно измениться. Что ж, стоит заметить, что это далеко не все хорроры, которые можно смело рекомендовать любителям острых ощущений. Не лишним будет вспомнить про Manhunt, Darkwood, The Evil Within, Soma, Alien Isolation, Penumbra и Forbidden Siren. А именно в комментариях ты можешь привести свой пример игры, которая чуть ли не свела тебя с ума. Не забудь поделиться своей страшной историей. А также подписаться на канал, проголосовать лайком и ударить в колокол, чтобы отогнать все ужасы. До скорой встречи на Виджи Таймс и доброй тебе ночи.